This conference will now be recorded. Дорогие друзья, позвольте вас всех поприветствовать в эфире. Меня зовут Дмитрий Андреевич Эпов. Я преподаватель компании специалист, учебного центра специалистов. И преподаю я 3D Studio Max. 3DS Max, конечно, правильно. Хотя когда-то давным-давно слово студия там где-то неподалеку упоминалось. Помимо Max я занимаюсь V-Ray, Corona и видеомонтажом. Ну, в общем, всем тем, что, я надеюсь, интересно не только мне, но и многим из вас. И вот сегодня я хочу провести небольшой мастер-класс. Этот мастер-класс будет посвящен такому вопросу, как текстурирование. Я полагаю, что здесь вы все не случайно и представляете себе, что такое трехмерная графика, что такое 3D-модели, а также наверняка знаете, что эти самые 3D-модели большим образом смоделированы разными трехмерщиками. Да, сейчас есть технологии всякого сканирования, даже сканирования на основе фотографий, но чаще всего 3D-модели создаются вручную, используя при этом различные средства построения. И вот подходы к 3D-моделированию, их очень много разных, но я уверен, многие из вас с ними знакомы. И как правило, когда трехмерщик начинает осваивать Max, Blender, Maya, в принципе, что угодно. Первое, с чем он знакомится, это как создавать трехмерные модели. Это, в принципе, не так сложно, да? Хотя я уверен, многие из вас знают, что сложность построения модели напрямую зависит от того, что за модель ты строишь. Но сегодня речь не об этом. Сегодня речь о текстурировании. Что такое текстурирование? Это то, без чего многие модели просто-таки жить не могут. То есть вот ты создал модель, и теперь тебе нужно на поверхность этой модели натянуть какую-то текстуру. Если, например, вы работаете с интерьерами, то задачи там будут всякие обои наклеивать на стены, деревяшки на мебель. Вот это, к счастью, несложно. Потому что тебе достаточно взять материал с деревяшкой, кинуть, допустим, на шкаф на какой-нибудь, но и максимум подправить размер так называемых UV-координат. То есть относительно этого самого шкафа сделать прожилки дерева поменьше, там побольше, направить в нужную сторону. В общем, это несложно. Сложность наступает в тот момент, когда у тебя модель сложная и не укладывается в какую-то относительно плоскостную картину видения мира. То есть если у тебя там лицо, корпус машины, танковая башня, и тебе на эту модель нужно натянуть сложную текстуру. И вот это и называется уже всерьез текстурирование. И об этом мы сегодня поговорим с вами. Я вам на конкретном примере покажу, как текстурируется модель, и эти знания вы сможете легко, ну, легко, не легко, но, я думаю, с некой, скажем так, весьма высокой степени вероятности удачно использовать для своих моделей. Ну, сначала, с вашего позволения, несколько слайдов, так сказать, в общем и в целом. Я давно очень веду курс по Максу, занимаюсь кит-тюбом. Последние несколько месяцев, правда, забросил это дело из-за, ну, большой нагрузки, но я надеюсь, сейчас вот в августе вернуться к вопросу. И среди прочих курсов я веду такой курс, как сложное текстурирование. Он как раз о том, как создавать текстуры для моделей, как накладывать их на эти модели, что с этим потом делать. У нас очень большой учебный центр, мы давно очень работаем, но вы все это, я думаю, знаете, во всяком случае, те из вас тоже имели с нами дело. Курсы ведутся у нас по очень разным направлениям, но все они объединены тем, что у нас очень хорошее качество преподавания. Мы гарантируем это качество с помощью разных, скажем так, мероприятий. И я думаю, что если вы выберете наши курсы, вы не будете разочарованы. Но речь сегодня не о курсах, а о мастер-классе. Чем нам придется с вами заниматься? Мы будем создавать текстурную развертку объекта. Текстурная развертка объекта является единой, очень часто бесшовной картой, то есть картинкой, которая покрывает всю поверхность объекта. И она предназначена для эффективного нанесения на этот объект разных картинок. Притом, сами картинки и куда их наклеивать на объект, вы можете сформировать в фотошопе или в любых других редакторах, вплоть до того, что существуют специальные редакторы текстур. Ну, например, очень известная система называется Adops, Adop Substance. А раньше была другая компания, ну, так или иначе, известнейший Substance Painter теперь переехал в компанию Adop и уже они отвечают за его разработку. Но сегодня мы не будем говорить о всяких специальных совсем уж решениях, мы поговорим о том, как в 3ds Max создать эту самую текстурную развертку, как в фотошопе ее раскрасить и как потом закинуть все это обратно в Max, ну и, собственно говоря, зачем все это нужно. У нас с вами будут два этапа рабочих. Первый этап – мы должны будем с вами создать так называемые текстурные координаты и наложить их на модель. Из этих текстурных координат собрать единую развертку, что это такое, сейчас вы увидите, и экспортировать шаблон для ее раскрашивания в растерном редакторе, допустим, в фотошопе. Итак, друзья мои, у меня есть вот такая чудесная машинка. И мы с вами на нее будем создавать комплект текстур, чтобы ее брендировать. То есть эта машинка будет принадлежать у нас службе доставки, и мы с вами раскрасим ее некие фирменные цвета и нанесем на нее некие логотипы, надписи и так далее. Для того, чтобы это было удобнее делать, для начала давайте спрячем все, что нам с вами не нужно раскрашивать. Ну, то есть да, у нас тут есть некие детали, которые явно красить не придется. Кстати, если я нажимаю команду Render, мы с вами видим вот такой довольно милый бусик. Ну, окей. И, собственно, главная деталь, которая нам нужна, она называется body, то есть корпус. И я хочу спрятать все остальное. Ну, например, команда изоляция. Оп. Вот у нас осталось только body. Дальше. Нам нужно получить с него материал. Давайте возьму редактор материалов. Как видите, у меня есть две так называемых HDR-карты, еще материал подставки. Но меня больше всего интересует материал самого этого корпуса машинки. Я нажимаю пипетку, показываю по корпусу, и вот материал загрузился. Это материал V-Rayевская автокраска. Ну, такая достаточно симпатичная, действительно, автомобильная красочка, которая неплохо реагирует на свет. Но сейчас мне нужно создать карту примитивную, которая называется Checker, шахматы. Я щелкнул правой кнопкой, MAPS, General Checker. Мне нужна тестовая карта в виде клеточек. Я сделаю 10 на 10 клеточек, базовый блок, и закину в этот материал, в любое из его свойств, неважно, вот наугад сюда допустим. Самое главное – это нажать сейчас кнопку «Покажи» на экране. Я хочу увидеть, как эта карта ляжет на объект, и, следовательно, будет понятно, как на объекте находятся UV-координаты. И я вижу, что UV-координаты на нем расположены ужасно, капец просто. То есть эти клеточки, на всякий случай, если вы впервые сталкиваетесь с вопросом, они должны идти через равный шаг. То есть понятно, что UV-координаты здесь убиты наглухо. Ну что ж, нам придется создать новое. Если бы это был какой-нибудь шкаф, не знаю, там, диван, то, возможно, прокатил бы применить модификатор UVW-мэп. Но нам нужна единая бесшовная развертка, поэтому придется действовать через модификатор, который называется Anvrap UVW. Вот с ним мы проведем изрядное время. Идея Anvrap в том, что он разбил объект на куски, соответствующие тому, как он реально разрезан. Вот это вот у нас швы, которые образованы самой геометрией объекта. И в Anvrap есть самая главная его часть, это эдитер. Эдитер нам показывает, как сейчас система видит развертку модели. Давайте для начала я выделю все полигоны модели. То есть нажму Edit Select All. Ну, конечно, Alt-A на клавиатуре всегда нажимается. И прямо ни о чем не думая, использую кнопочку в Anvrap, которую нам придется дальше часто нажимать. Называется она создание плоской развертки. Что при этом происходит? На модели заново разворачивается текстура в каком-то там направлении. Но вот видно, что где-то клеточки появились, где-то по-прежнему нет. Если заглянуть в эдитер, у нас имеется вот такая плоская проекция машинки. Кстати, друзья, вот это называется текстурный блок. Нам нужно будет нашу развертку уместить в него. Вот это вот первую нашу детальку машинки. Пока очень плохо сделано. Собственно, это вся машинка целиком. Я уменьшу и положу в уголок. Пока пускай здесь лежит. Сейчас мы от нее будем отгрызать кусочки и из них формировать нужную нам деталь. Конечную. Мне очень хочется взять крышу целиком. Вот как забирать всю детальку? Есть несколько способов. Например, такой. Выделяем какой-то полигон. У нас же здесь с вами много полигонов. И выбрав полигон, нажимаем кнопку, которая называется захватить до края границ. И полигон захватывает всю поверхность до края границ. Но что я думаю? Если я буду на крышу накладывать какую-то текстуру, то мне нужно, чтобы она дошла не до края крыши, а скорее вот до этой границы грузовой двери. То есть прямо вот до сюда. Я не хочу, чтобы она оборвалась вот тут. И значит мне нужно сделать новый текстурный шов. Тут есть уже готовые текстурные швы, которые образованы краями модели. А я могу создавать свои. Если я включаю редактирование ребер, Edge, и дважды щелкаю по ребру, выделяется все ребром. Давайте здесь тоже. Пожалуй, чтобы не ломать глаза, я в карте Checker сделаю сочетание не черного и белого, а темно-серого и светло-серого. Так нам с вами будет лучше видно, что происходит. Да, вот так-то лучше. Так вот, выделил я два этих ребра и нажимаю команду, которая называется превратить выделение в текстурный шов. Такие текстурные швы будут синенького цвета, но они не менее действенно, чем обычные. Так вот, теперь я выделю полигончик здесь, полигончик здесь и полигончик здесь. И нажму захват до краев границ. Как видите, данный шов остановил выделение, что меня вполне устраивает. И самое время нажать кнопку, которая называется проекция в плоскость. Но только. Заметьте, вот эту вот желтенькую разметочную проекцию, она идет под углом. Потому что здесь крыша у нас наклонена, и система считает, что плоскость нанесения текстуры будет тоже смещена. Мне эта затея не очень нравится, поэтому нажав и подержав кнопку выбор оси направления, я выберу жесткую ось Z, без автоматического определения. Чтобы прямо она была плоская при плоской. И я нажимаю создать плоскую проекцию. Открываю эдит. Вот, это крыша машинки. Притом, кстати говоря, сразу видно, что это задняя часть крыши. Потому что здесь как раз кусок грузовой двери задней. Использую кнопку поворот на 90 градусов, чтобы у меня здесь был перед, здесь был зад. Ну, мне так удобнее. Теперь давайте сразу грузовой дверью займемся. Выделим вот здесь два полигона. Нажмем захват целиком всей этой детали. Не хочу вас утомлять, друзья мои, одинаковыми операциями, но все-таки чуть-чуть придется повозиться здесь. Раз, захватилась дверь. Ось направления автоматическую выберем. Здесь она, пожалуй, не подведет нас, да? И нажмем опять проекцию. Эдит. Вот две детальки. Их надо совместить. Это, возможно, придется сделать вручную. То есть я беру заднюю дверь грузовую и уменьшаю ее за уголок с клавиши Ctrl. Кстати говоря, важно, чтобы был включен режим, который называется свободная трансформация. И пытаюсь приладить ее к краю крыши. Видно? Да, хорошо видно, я думаю, вам и мне. То, что край крыши немножко изогнут вот здесь вот. То есть детальки никак не могут совпасть с точным. Потому что проекция вида сверху и вида сбоку немножко отличается. Чем это плохо? Ну, главным образом это плохо тем, что здесь будет разрыв в проекции. И, соответственно, ну, как говорят, разрыв в UV-координатах. Это может кончиться тем, что мы получим на текстуре где-то шов. Если вы хотите этого избежать, можно использовать команду, которая называется stitch. Прижать, притянуть. Как она работает? Берем ребра. Щелкаем дважды по ребру, которую надо стичнуть. Она должна выделиться по всей длине. Вот так. Ну, и есть такая команда. И, собственно говоря, их много. Там разных. Самое простое будет сейчас stitch to average. Это означает, оба ребра идут навстречу друг другу, пока не найдут общего согласия. Вот они склеились. То есть система отлично понимает, какое ребро с каким склеить надо. Для нее очевидно, что этот кусок – это продолжение этого куска. И stitch to average, соответственно, два ребра склеятся. Но тут будут все равно деформации текстурные, но не сильные. То есть вот сейчас у нас прямо единый кусок. Замечательно. Совершенно не обязательно было это делать, но не удержался и показал. Теперь давайте с капотом разберемся. Тут тоже выделили полигон. Захватили до краев. Нажали проекцию. Нажали редактор. Развернули его. И спроецировали. Опять размер капота примерно по ширине равен размеру крыши. Но понятно, что не у всех объектов такая халява прокатит. Здесь прокатит. Хорошо. Теперь боковые стороны. С боковыми сторонами не так просто. Тут много деталей. Поэтому я, пожалуй, использую другой способ выделения. Он называется «Выделять объект целиком». Вот он. Идея в том, что если эта кнопка не нажата, при выделении полигона выделяется один полигон. Если нажата, выделяются все полигоны, принадлежащие какой-то детали. Ну и вот таким вот образом, выделяя кусок за кусочком, я захватил всю боковую сторону. Будем считать. Окей. Мне не нравится то, что плоскость под углом идет. Вот это, да. Но мы уже помним, что делать. Вместо автоматического выбора направления, выбираем направление. Угадал. Х. Проекция готова. Вот она. Эта сторона машинки развернута сейчас неправильно. Она должна, по всей видимости, стоять здесь. Поэтому давайте развернем ее несколько раз. Пережьмем с той стороны. Ну и по размеру вот ее край тут. А второй край должен быть, соответственно, здесь. Давайте еще раз. Афон включен, друзья. Друзья, я просил вас, не включайте ваш микрофон, вы мешаете. Можно посмотреть здесь, на чем она заканчивается. Ну понятно, вот они, граница. То есть, соответственно, у нас должна вот эта часть совпадать с этой частью. Так что я нажимаю клавишу Ctrl и за уголок увеличиваю размер проекции примерно вот так. Готово? И осталась последняя. Вроде все детальки захватил, да? Ну, вроде все. Отлично. Снова проекция плоская. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я не могу ее развернуть, но я могу ее отзеркалить. Я использую команду зеркало по горизонтали. Вот теперь хорошо. Ну, будем считать, что на этом мы достигли результата. Вот так она должна подходить сюда, да? Можно стичнуть, попробовать верхние края, но здесь это не принесет успеха, потому что детали там разделены физически. Стич срабатывает только для тех деталей, которые не соединены между собой. Которые, извините, соединены, конечно же, между собой. А вот эти детали таковыми не являются. Они не соединены. Поэтому ты их не застичишь. То есть вот этот край, стичность к этому краю не получится. Только если вручную там как-то точки двигает. Но это, конечно, хлопотно и, к счастью, нам не нужно. То, что мы с вами получили, вот это вот. Это и есть текстурная развертка. А вернее, друзья мои, это называется по-другому. Это называется шаблон текстурной развертки. Нам его нужно упаковать вот в этот блок. Там, кстати, осталось немножко всякого хлама, если мы приглядимся. Вот он. Это какие-то рейлинги на крыше. Ну, в общем, какая-то мелочевка, которую мы не зацепили. В этом нет, конечно, ничего хорошего, что она здесь валяется. Но плохого тоже в этом ничего нет. Я ее пока уберу куда-нибудь в сторону. Пускай он валяется в уголочке. Потом разберемся, куда идти. Давайте возьмем снова весь блок. Из клавиши Ctrl немножко его уменьшим. То есть нам нужно, как угодно, запихнуть его внутрь блока текстуры, с которым мы дальше будем работать. То есть вот так. Но желательно, чтобы здесь место зазря не пропадало. То есть вот чем плотнее мы забьем эту зону, тем лучше. Ну все. Дальше уже упаковывать его некуда. Где там этот хлам валялся? Давайте хлам тоже куда-нибудь пристроим. Он нам не особо нужен, но без внимания его оставлять невозможно. Вот это вот и есть текстурная развертка, друзья мои. И теперь я выключаю полигоны. Можно еще посмотреть на шаг вот этих клеточек. Помните, в самом начале мы видели, что эти клеточки, они лежат ужасно. Сейчас они лежат лучше. Вот то, что они здесь немножко не совпадают, это, конечно, недоработка. Если бы мы поаккуратнее подогнали текстуры в развертке, то клеточки совпали бы идеально. Это говорит о том, что вот этот размер текстуры больше, чем вот этот у нас получился. То есть можно при желании снова открыть редактор. Выделить. Ну для простоты, наверное, вот эти вот части. Здесь тоже есть функция, называется выделять объект целиком. Вот они. И если очень-очень хочется, начать регулировать их размер, то есть вытягивать их. Так, чтобы клеточки попали лучше. Вот мы видим с вами, что клеточки сейчас попадают еще, 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 еще. Вот теперь идеальное попадание. Вот теперь совсем хорошо. То есть вот при таком попадании текстура будет очень хорошо себя вести. Она будет лежать идеально у нас. Опять я сбил ее немножко. Да, сбил. Вот теперь хорошо. Ну, это мелочь. Но зато я сумел показать, зачем нужны клеточки. То есть клеточки – это в первую очередь средство для того, чтобы можно было сориентироваться по совпадению текстуры. Собственно говоря, больше клеточки не нужны. Я их прямо сейчас удалю. Оп. Вот и нет больше клеточек. А зато развертка-то есть. И вот теперь, друзья мои, если возвращаться к хитрому плану, изложенному у меня в презентации, то у нас стало время экспортировать шаблон, потому что мы наложили кусками эти самые UV-координаты, мы создали единую развертку, и вот теперь мы экспортируем шаблон. Как его экспортировать? Есть команда Tools, и дальше Render UVW Template, то есть просчитать шаблон. Нас спрашивают, какое разрешение. Ну, тут хотя бы 2000 точек нужно. То есть 2048 – это прям минимум. Вот. Дальше нас спрашивают, как залить шаблон, то есть фон шаблона. Ну, вот если нажму Render UV Template, сейчас шаблон на черном фоне из ярких белых линий. И вообще, друзья мои, для этого примера лучше не придумаешь. Меня вполне устраивает белая линия на черном фоне. Но можно и фон сделать другой, можно поверх шаблона натянуть некоторые информационные маски, например, направление UV-координат, направление сторон. Ну, ладно, не будем давать. Оно так отлично сработало уже. И я нажимаю Save Image и сохраняю в нашу папочку UV TeamPlate UV шаблон. Формат не важен, допустим, JPEG. Окей. Все. 3D Max на этом свою работу выполнил. Скажу больше, я могу вызывать все спрятанные объекты. А теперь, друзья, дело за фотошопом. Как видите, в фотошопе я собрал некоторое количество текстурчиков. Я же говорил, что у нас будет служба доставки, да? Ладно, надеюсь, вы простят мой юмор. Из этих текстур я собираюсь как раз сделать некую единую раскраску для нашего бусика. Бусика. Бусик будет зелененький и раскрашен в духе отсылки к футурали. Я нажму File Open и открою в фотошопе тот самый сохраненный мной шаблончик. И вот дальше что делать в фотошопе? Есть некий очень хороший порядок действий. Заметьте, в фотошопе главный слой называется Background. Нижний, базовый слой. И вот мне нужно, чтобы он был не нижним, а верхним. И чтобы в нем сохранялась всегда вот эта вот раскраска шаблона. Самый лучший вариант щелкнуть по нему дважды, превратить его в обычный слой. А теперь щелкнуть еще дважды. У фотошопа есть невероятно полезная в нашем случае вещь. Называется фильтрация по светлому и темному. То есть если я маркер сдвину вправо, все что черное станет прозрачным. А если с Alt, то еще и полупрозрачным. То есть я сейчас получаю вот такую масочку из светлых линьев. Которая теперь будет у меня всегда лежать верхним слоем. Более того, я этот слой собираюсь еще и заблокировать. Чтобы его нельзя было поменять. То есть я теперь не могу его, скажем, сдвинуть случайно. Но теперь я создаю новый слой. Назову его Base Color. То есть базовый цвет. Это будет цвет моего автомобильчика. И хочу я его покрасить градиентом. То есть он у меня будет цвет от зеленого какого-нибудь, да? До практически темно-зеленого. Я возьму градиентную заливку. Самую обычную. Но я уверен, все вы, друзья, в той или иной степени когда-нибудь сталкивались с фотошопом. Поэтому я думаю, что действия, которые сейчас вы увидите, они будут более-менее понятны всем присутствующим. Есть такое понятие градиентная заливка. Но вот заметьте, я заливаю нижний слой, а верхний всегда остается нетронутым. То есть эта вот масочка, она всегда будет висеть наверху. Давайте я настрою градиентную заливку на другие цвета. У нас с вами будут два цвета. Первый цвет будет, допустим, светло-зеленый. Он будет соответствовать передней части автомобиля, так скажем. А второй будет более темно-зеленый. Вот он, да? Вот. Окей. И я нанесу градиент спереди, назад. Вот так. Что дальше? Мы можем с вами назначить поверх него какую-нибудь картинку даже просто для теста. Давайте я возьму картинку, вот такую вот, Планета Экспресс. Замечательно. Ее скопирую в память. Я сейчас нажал быстро Ctrl-A, Ctrl-C. И вклею в наш шаблон. Заметьте, она здесь у нас видна как изображение. Ну и в режиме Auto Select Image я могу легко ее двигать. Вот, допустим, она у нас будет на двери этого бусика здесь. Уменьшу ее немножко. Расположу. А теперь самое время проверить, что будет, если этот шаблон закину в 3ds Max. Я нажимаю File, Save As. И я превращаю шаблон в текстуру основного цвета. Давайте назову Diffuse. Map. Формат PSD. Сохранить. Окей. Единственное, что следует сделать, это перед сохранением выключить видимость вот этой сетки. Иначе она тоже сохранится. Save. Я пересохранил. И в Max. У меня сейчас висит на материале карта Falloff в качестве базового цвета. Я ее отключу. И создам новую карту. Maps, General, Bitmap. И возьму ту самую картинку, которую я только что сохранил. Diffuse Map. Photoshop и Max. Что очень здорово совместимо. То есть Max запросто берет в PSD-шные документы. Более того, он такой умница-разумница. Еще спрашивает тебе один какой-то слой взять. Или тебе все слои. Меня устраивает вариант все слои. Окей. Подключаем его в базовый цвет. И смотрим, что получилось. Только давайте я сделаю цвет искорок в краске. Бесцветный. Ну или зеленоватый тогда давайте уж. Тут еще есть цвет искорок в красителе. Пускай он будет зеленоватый. И здесь мы пока ничего не видим. Ровно по той причине, что текстуре не приказано отображаться. А вот теперь приказано. И мы с вами видим, что произошла небольшая ошибка, к сожалению. Мы перепутали. Ну ладно, я перепутал. Сторона. То есть у меня в шаблоне левые и правые стороны машины поменялись местами. И я здесь думаю, что это у меня сторона левая. А на самом деле это сторона правая. Но сейчас мы уже не будем переделывать. Хотя это не так сложно перегинуть их местами. Придется мне отзеркалить саму картинку. То есть страшного в этом ничего нет. За исключением того, что у меня на этой стороне теперь все будет задом наперед наклеено. Придется отзеркалить все наклейки. Ну или придется в шаблоне. То есть взять шаблон сейчас. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот наш шаблон. Уже в максе. И я хочу загрузить прямо сюда текстуру, которую я рисую. И я нажму Reset текстур лист. И вот теперь я вижу текстуру Diffuse Map. Вот она. И как я уже успел сказать, да, я перепутал в шаблоне левые и правые стороны. Но никто мне не помешает перепутать их еще раз. Уже здесь. С наложением. Я возьму одну из сторон. Такая себе, конечно, идея. Лучше бы заново все переделать, но тем не менее. И перетащу пока туда. Пускай отдыхает. Эту сторону. Перетащу сюда. И теперь осталось только отзеркалить их по высоте. Раз. И вот теперь это правильная сторона. Как видите, все совпало. Ну и тут тоже. Перезеркалим по высоте и приклеим. Бывает. Стоило проверить, конечно, где какая сторона. Это было совсем несложно сделать. Достаточно было повыделять полигончики и посмотреть, где они отобразятся. Но все исправлено ошибка. Как видите, дальше остается чисто художественный момент. То есть я в фотошопе буду обновлять мою текстуру и сразу же видеть, что и как происходит на машине. Ну вот, допустим, на другой борт автомобильчика я хочу наклеить вот эту замечательную картинку. Я вставляю ее сюда. Проверяю, где она находится. Переворачиваю ее зеркально. Давайте растянем ее вдоль всего возможного корпуса машины. И смотрите, какая прелесть. Мне достаточно просто нажать File Save и переключиться в Max и посмотреть, что получилось. То есть как только я сохраняюсь в Photoshop, я сразу вижу обновление в Max. Что нам еще осталось? Нам осталось наклеить вот эту замечательную наклейку сверху на крышу машины. Да, я хочу, чтобы сверху была вот такая наклейка, если машина видна, допустим, с коптера или с вертолета. Не знаю, откуда она будет видна. Я даже вот так ее растяну на заднюю багажную дверь. Мы же с вами там красиво сделали переход. То есть она, по идее, сработает сейчас. Ну и вот эту компанию, компанию героев, я наклею, наверное, на капот. Раз. Ой, я забыл нажать, похоже, Ctrl-C и скопировать ее в память. Ну как-то так. Вот все. Оп, давай сюда. Супер. Вот здесь нам может не хватить разрешения. То есть то, что я сделал 2000 точек разрешения текстуры, этого может теперь немножко не хватить. Ну, мы видим с вами, да, что не вытаскивать. Надо было 4К делать документ. Можно здесь его потом увеличить. Ну, сейчас уже поздновато. Все. Все раскрашено, все наклеено. И остается только сделать отключение верхнего слоя и файл сейф. Посмотрим, как выглядит наша машинка. Но, друзья мои, во-первых, заметьте, переход вот здесь нормальный выглядит. Во-вторых, мы пока использовали только карту диффузного цвета. А ведь существуют карты бампа, рефлекшена, глоссинуса. Их тоже можно делать в фотошопе, притом в этом же документе. То есть, например, я могу сейчас сделать карту так называемого бампа. Я хочу, чтобы у меня сзади на машинке или, допустим, на задних дверях, вот у него же задние двери вот эти вот, в смысле задние стекла, тот же металлический вставки, да, она грузовая. И вот я хочу, чтобы здесь на металлической вставке был оттиск с названием компании Planet Express. Только я еще не решил, на какой стороне я хочу его наклеить. То есть, с помощью карты бампа я хочу сделать оттиск. Давайте вот здесь сделаем оттиск. В этом случае мы берем вот такую картинку чудесную, клеим ее сюда. Или тоже прозрачность недофильтрована. Сейчас фильтруем прозрачность. Ну и, соответственно, делаем ее маленькой. Еще меньше. И это у нас будет карта бампа. Как работает карта бампа? Ей необходимо два слоя. Один слой. Белый. Я сделаю сейчас новый слой, залью его просто белым цветом. White. А второй, собственно говоря, с картинкой. Черный. Вот так выглядит карта бампа. Она образована двумя слоями. То есть, теперь я что могу делать? Я могу включать, выключать нужные мне слои, и у меня получается карта бампа. А вот так карта диффуза. А вот так опять карта бампа. Ну и я могу этот документ, как вариант, сохранить отдельно, то есть нажать файл Save As, и назвать его Bump Map. Что дальше? Берем с вами материал. У него есть понятие Bump Map, то есть карта бампа. Давайте поищем его. Вот он, Base Bump. Сюда мы втыкаем такой же General Bitmap. И берем все тот же самый Bump Map, который только что сохранили. Окей. Но увидеть его окончательно можно будет на рендере, а грубо посмотреть, где он лежит. Вот, пожалуйста. Только важно понимать, что это будет как вдавленная внутрь картинка. Если я сейчас переключусь с обычного режима отображения на интерактивный полноценный, то мы с вами отлично увидим, как это работает. Вот сейчас V-Ray в интерактивном режиме покажет нам заднюю часть этой машинки. И вот я уже вижу, как начинает появляться оттиск бампа. Можно, кстати, бамп поставить отрицательный. То есть поставить силу бампа на выпуклость. Допустим, минус 60. Кстати говоря, можно его еще в бамп лакового покрытия засунуть. А, только положительный может быть, да? Ну ладно, просто. Вот теперь у нас более мощный бамп. Давайте я интерактив отключу. Зато включу обычное V-Ray в окошечко, в котором мы сможем посмотреть поближе именно эту часть. И вот он начинает появляться. Ну, если дать V-Ray времени побольше, естественно, он порисует этот логотип. Опять немножко не хватает разрешения в пикселях, то есть 2000 пикселей здесь для такой текстуры маловато. Вот надо 4-ка ставить, если мы хотим, чтобы он получился идеальный. Но, как бы там ни было, можно еще какие-то детали сделать выпуклыми. Вот, допустим, смотрите, для карты бампа у нас же остались все цветные слои. Допустим, ракета вот эта. Я ее могу тоже сделать выпуклой. Для этого достаточно сделать ее черно-белой. И, например, сделать через команду Levels немножко больше контраста. Вот это пускай будет все белое, это пускай все будет черное. Вот так. Сохраняемся. И смотрим, как изменился бамп. То есть теперь вот эта ракета, она будет тоже выдавлена рельефно. Ну и все остальное, ради бога, также можно снабдить рельефом. Но вот компашку эту мы не будем снабжать рельефом. А вот это, ну, на крыше тоже, наверное, не самая лучшая идея. Вот это, наверное, тоже можно рельефным сделать. Делаю черно-белую. И через Levels регулирую, что будет абсолютно черным, а что будет абсолютно белым. Пускай будет вот так. Готово. Ну и теперь, друзья, осталось только посмотреть финальный результат. Я снова переключусь на отображение диффузной карты. Можно сделать еще так называемую карту рефлекшена. То есть у многих материалов есть такое понятие, как сила рефлекшена. Здесь это называется, есть понятие Base Glossiness в автокраске. Это базовая гладкость краски. То есть насколько она матовая или глянцевая блестит. Есть понятие гладкость лакового покрытия. У нее тоже свой Glossiness. Тоже позволяет сделать матовую или глянцевую. Соответственно, если я хочу сделать карту гладкости, я тоже делаю Save Us, еще одну карту, называю Gloss Map. И вот теперь я могу, ну можно на основе того же Bump карту Glossiness сделать. Ну вот, например, я хочу, чтобы вот это все было у меня идеально гладкое. А вот эта вот наклеечка Planetary Express и вот этот символ, они были бы немножко более матовыми. Но, наверное, только не настолько сильно, а чуть-чуть поменьше. Тогда я могу сделать их не такими яркими. Я могу с помощью, ну, допустим, с помощью опасности целых послабей их. Вот так вот. Вот, сохранились. И дальше загрузили еще одну картинку. Gloss Map. И она будет считаться у нас как, я думаю, код Glossiness. Код – это лаковый слой. Ну, то есть это необычный материал, это автокраска, он посложнее. У обычного материала это называлось бы Reflection Glossiness. Здесь называется Code Glossiness. Давайте поищем. Вот он, Code Glossiness Texture. И теперь у нас некоторые места, которые белые, они считаются идеально гладкими. А вот там, где какие-то вкрапления не белого, там уже гладко спонижены. Это мы сможем увидеть только на рендере. И я предлагаю побыстрее перейти к нашему заключительному чудесному этапу. Только сначала кинем взглядом то, что мы сделали, друзья мои. Мы сделали экспорт шаблона для работы в редакторе. Потом мы импортировали его в Photoshop. Правильно подготовили слои. Напомню, у нас есть вот такой чудесный слой в Photoshop, без которого не обойтись. Это сама маска, которую можно включать-выключать. И у нас во всех наших документах этот слой маска как раз позволяет понять, где что мы можем расположить. И в зависимости от того, как мы расположим ту или иную деталь, она будет у нас на финальном результате сразу в своем месте. Ее не придется там двигать или подгонять куда-то. Это и был правильный менеджмент слоев. Дальше мы создали карту основного цвета, карту рельефа, карту гладкости мы с вами сделали. Сохранили их все и поставили на 3D модель. И вот это вот уже, конечно, самая приятная часть работы, когда ты втыкаешь их в материал, а они сразу тебе оказываются на бусике на этом. Более того, если сейчас войти в Anvrap, то есть открыть эдитер, то в эдитере, давайте только нажмем команду, такую неожиданную, называется ResetList, чтобы он обнаружил все остальные текстуры. И вот теперь в эдитере я могу говорить, покажи диффузную карту, как она лежит на бусике. Покажи карту Bump, как она лежит на бусике. Покажи карту Glossiness, как она лежит. То есть теперь любую из этих карт можно прямо в UV-редакторе увидеть. Это тоже очень удобно. Ну и, конечно, хочется показать какой-то конечный результат, дорогие друзья. Давайте посмотрим результат сначала вот так вот. Нажмем просто Render. Давайте я Denizer добавлю. Все-таки мы не сможем рендерить супер красиво, долго. У меня ноутбук довольно мощный, но не настолько, чтобы он за минуту нам сделал красивую картинку. Прямо идеально. Вот мы с вами видим результат нашего творчества. За счет Bump'а вот эта картинка, она еще и выпуклая получается. И она блестит не так глянцево, как краска вокруг нее. Вместо ракеты больше. Она сейчас уже, ладно, обновилась. Так было похоже, что она на гурце летит. Заметьте, все пропорции, они идеально соблюдены. То есть круг, он смотрится как круг, а не как эллипс. Это очень важно, конечно, да, при передаче. Давайте напоследок еще одну вещь сделаем. Я зайду в окружающую среду и махну ХДРную карту на более симпатичную. А вот теперь бусик у нас вписался в ХДРку с дорогой. Ну что же, друзья, вот так смотрится наша сегодняшняя деятельность с одной стороны. Ну а вот так с другой. Надеюсь, друзья мои, я сумел внести некоторую ясность в вопрос, что такое текстурная развертка, как она создается, зачем она нужна и как с ее помощью добиться нужного результата. Сейчас мы еще вернемся к этой картинке, она дорендерится. Я пока скажу еще пару слов. Есть полноценный курс, который называется «Сложное текстурирование», где вы можете научиться тому, что вы сейчас увидели, при этом это лишь малая часть знаний, которые вы приобретете. Для того, чтобы полноценно работать с текстурными развертками в разных их проявлениях, вам нужно научиться накладывать координаты текстурные на модели, создавать эти самые шаблоны, раскрашивать их, то есть делать по ним некий набор текстур. И ставить текстуры обратно на 3D-модель. Все это есть в курсе, который называется «Сложное текстурирование», вы можете попробовать его. Но, с другой стороны, ничто не мешает вам прямо сейчас взять какую-то свою модельку, попытаться сделать с нее развертку и посмотреть, как это получится вашими силами. Если же вас серьезно заинтересовали подобные знания, умения, вы считаете их полезными для себя, то у нас курс, кстати говоря, очень короткий, идет всего два учебных дня, не очень дорогой. И из этого курса вы увидите не только то, что вы увидели сейчас, но и множество иных интересных действий, которые все объединены в одну конечную цель. На любую сложную модель посадить любую текстуру, созданную вами или взятую откуда-то, так, как вам того бы хотелось. Также этот курс включен в такие комплексные программы, как 3D-моделлер и 3D-художник. Это если вы захотите пройти полноценное обучение по МАКСу. Все это доступно в куче разных учебных форматах, в том числе в таких, которые не требуют вашего личного присутствия в учебном комплексе в Москве. Дорогие друзья, давайте вернемся к нашей картинке и посмотрим, что же получилось. Вот такой симпатичный результат. Заметьте, градиент, да, у нас такой цвет меняется от желтого к, ой, извините, от светло-зеленого к синевато-зеленому, более темному, как я и в Photoshop его нанес. Кстати говоря, если сейчас я хочу перекрасить бусик, то представьте себе, это очень легко сделать, буквально одна минута. У нас с вами есть диффузная карта, давайте обратимся к ней. И в диффузной карте я предусмотрел этот момент. То есть у меня есть Base Color, нижний фоновый слой. Я могу сделать альтернативный ему слой и, допустим, покрасить его иначе. Допустим, не от зеленого. А от ярко-оранжевого, скажем, к темно-красному. И вот я перекрываю заново. Притом я опять разумно сделал так, что у меня есть новый слой и старый слой. Более того, если уж мне очень хочется, можно вообще какие-то части отдельно перекроить. То есть я могу взять выделение, да, и с помощью выделения я же вижу шаблон. А значит, я могу по этому шаблону выделять уже в Photoshop. И вот я могу взять такое выделение. Давайте размоем немножечко его. Сделаем Modify Feather. Это означает создать плавную границу. Допустим, 15 пикселей. И теперь у нас есть дополнительный шаблончик, который можно, скажем, взять и покрасить еще одним градиентиком. Вот так. Оп. Не. Оп. Да, вот так поинтереснее будет. И взять его. Это же отдельный слой, правильно? Скопировать. Ой-ой-ой-ой. Я почему-то зацепил не тот слой. И хорошо. Ты что, что делаешь? Ты же заблокировал такой-сякой. Все равно копируется. Ладно. Ладно. А я его спрятал. Вот все. Давайте его отзеркалим. Мне хочется сделать ему зеркальную копию, чтобы другой борт так же получился. Flip Vertical. И поставим его примерно так же, как и тот. То есть куда-то вот сюда. И достаточно теперь File Safe нажать. То есть у нас все остальное уже готово. И посмотреть, как обновилась картинка. Вот теперь такая подкраска. То есть здесь, конечно, ну, если предположить, что мы бы с вами... Ой-ой-ой. Обратите внимание, я напоследок лопухнулся и забыл спрятать слой с сеткой. И я вижу разметочную сетку прямо на рендере на модели. Давайте вернемся в Photoshop, спрячем слой с сеткой, пересохранимся и вернемся в Max. Слава богу, это недолго было. Ну, а теперь у меня такой вариант сетового дизайна. Ну, что же, уважаемые друзья, был очень рад видеть вас онлайн этим чудесным вечером. И сейчас я заканчиваю выступление. Надеюсь, оно вам понравилось. И вы нашли для себя что-то полезное, интересное. Если вам хочется попробовать, кстати говоря, повозиться с модификатором анврапа с текстурными развертками, у меня на YouTube есть видео, называется «Создание натюрморта». Вот там есть возня с анврапом, и вы составите некое впечатление, что такое текстурирование пошагово, если вам интересно. На сегодня я заканчиваю. Останавливаю запись, но не отключаюсь. Если у вас будут какие-то вопросы, я с радостью с вами пообщаюсь. Продолжение следует...